Ёлочные базары будут работать вплоть до 31 декабря 2021 года. Наибольшее число мест, где торгуют ёлками, в Коминтерновском районе. В Центральном районе торговых точек всего шесть. Празднование Нового года снаряженной ёлкой давно стало доброй традицией. В 1700 году Пётр I утвердил празднование Нового года и Рождества в России. При этом он повелел украшать жилища ветвями и деревьями сосны, елью и можжевельником. В Царской России украшали дома, как правило, только в богатых дворянских семьях. После Октябрьской революции праздновать Новый год стали все. В 1927 году празднование Рождества запретили. В подгонении попал и Новый год. И только в 1947 году Новый год официально признали государственным выходным днём. Украшение дома давно стало хорошей доброй традицией, а вечно зелёное дерево стало символом Нового года и Рождества. Но так было не всегда. У славян гель олицетворяла загробный мир. Вечно зелёную гель или сосну они сопоставляли с вечной жизнью. Считалось, что это дерево облегчает переход из нашего мира в загробные. Еловыми ветками часто обкладывали ушедших в мир иной. Хвойным деревьям приносили жертву. К примеру, кельты обвешивали лапы дерева кусками мяса животных и обливали кровью. От этого, видимо, и появилась традиция наряжать ёлку красивыми игрушками. Правда, после некоего переосмысления древних языческих ритуалов. Возможно, христианская традиция действительно была взята у язычников. Возможно, просто совпадение. Но в наши дни гель ассоциируется с радостью, спокойствием и уютом. А за ёлками давно уже сам в лес никто не ходит. Их продают на ёлочных базарах. Официальная торговая точка должна занимать площадь не больше 20 квадратных метров. Ну, сосны у нас с Урала, Свердловская область, недалеко от Екатеринбурга, 100 километров. Стоимость их начинается от 450 рублей метр. Ну, и где-то самая дорогая стоит, ну, тысяч шесть. Но это уже за дерево. Сосны очень хорошие. В ассортименте также есть ели, пихта, декоративные ёлочки, веники пихтовые, сосновые. Пока покупателей немного, продавцы ждут большого спроса на ёлки на следующей неделе. Метр сосны сейчас стоит от 500 до 600 рублей. Метр ели стоит от 700 до 1000 рублей. Метр пихты от 1000 до 1500. Ветки сосны от 100 рублей. Несрубленное дерево в горшке стоит от 4000 рублей. Цены на ёлки, конечно, в среднем выросли по сравнению с прошлым годом примерно на 100 рублей. Для кого-то купить ёлку – это большие траты для семейного бюджета. Другим проще нарядить искусственное дерево. Ах, пенсионер. А она стоя полторы тысячи. Куда это? Постойло бы меньше. Я, может быть, и взял настоящую. Но не получается. Мусора много от живой ёлки. А эта ёлочка очень хорошая. Мы уже вторую поменяли у нас, потому что внучок. И первая ёлка была уже как бы не очень свежая. Мы купили ещё раз новую. Я считаю, что Новый год – это настоящий праздник. И всё-таки как-то должно быть дух Рождества, всё-таки запах ёлки настоящий. Это и есть самое то для русского человека. Если всё же решитесь на покупку, лучше всего приобрести главный атрибут празднования Нового года в проверенных местах. То есть в официальных точках продаж. Узнать их можно на сайте администрации города. А также, чтобы быть точно уверенным, что ель здорового от паразитов, спрашивают перед покупкой карантинный сертификат. Обратить покупателям необходимо, конечно, на то, чтобы имелась вывеска на торговой точке. Мерная линейка. Также средства пожаротушения. Прескурант цен. Книга отзыва предложений. И упаковочный материал. Представители управ города и сотрудники полиции регулярно проводят рейды по ликвидации несанкционированных мест торговли ёлками. К примеру, в Коминтерновском районе были выявлены случаи на Московском проспекте и на улице Шишкова. Сотрудники полиции провели изъятие 35 деревьев. Их передали на ответственное хранение. На нарушителей составляется протокол об административном правонарушении. И также проводятся беседы, и торговля пресекается. В последние дни декабря в лесхозах и дендрарии региона глаз не спускают с ёлок перед Новым годом. Всегда находятся желающие срубить бабла за продажу спиленных воинах. Штрафы внушительные, но не останавливают браконьеров. Это 2000 рублей за срубленное дерево плюс штрафы от 3000 и более. Как видите, купить ёлку, которую специально растили для праздника, проще и спокойнее. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.